вот конечный результат который получился я для того чтобы когда рубеж не откручивалась даже немножко подстучал если заточим просто болгаркой и вот пожалуйста но это не сухое а вот сухая ветка как бы это сосна может быть она не самая конечно твердая но в принципе при заточенности сосенки вот такие с двух раз перерубывает копает понятно все нормально единственное что это конечно тут песок и это размер саперной лопатки конечно это небольшая нужно на на колено стать вот я так стукнул для того чтобы назад не откручивалась на резьбе в принципе угодный вариант как всегда у меня новая самоделка посмотрел сколько стоит китайские раскладные лопаты в машину я решил что не хочу но и их свойства я решил что хочу сделать по-другому нашел у себя кусок трубы с резьбой это кстати нержавейка получилось не подходит нашел из черного металла стальная муфта на тоже на дюйм это получается дюймовая резьба дюймовая труба такие используются в ручных насосах для скважины когда накачивают кусок остался от чего-то значит у меня есть куски это двойка металл я потом хочу сделать из хорошего металла из пилы и из диска циркулярки фрезерная толстая миллиметра 4 толщина очень крепкая есть у меня и два с половиной миллиметра подумаю как но хочу сначала попробовать что из этого выйдет почему хочу сделать есть двойка из тройка из пятерка почему меня но во-первых дорого хорошая лопата дорого есть дешевые но они вообще не внушает доверия что еще труба в основном стоит вот механизм крепления сбоку и поэтому если здесь заточить а я хочу из потом сделать из хорошего каленого но из хорошей стали лопату не буду ее загибать чтобы она была крепкой нужно сделать из хорошего металла это тройка мне кажется будет гнутся если я буду копать сделаю наверное вот из тройки уже приблизительно вот такой формы это сантиметров 20 в длину и сантиметров 13 в ширину я хочу приварить потом резьбу не так когда бьешь если вот крепление сбоку как у обычно и потом топором бьешь заточить и будет топор то будет вести в сторону потому что центр тяжести смещен и когда бьешь на будет ломить я хочу приварить резьбу здесь в торец но немножко распил сделаю вставлю обварю потом возможно еще сделаю такое закругление но усиление сюда сверху и снизу из чего-то не знаю ну согну такое на нет спуск и она будет сюда прикручиваться нужно прикручивать нет я не знаю поезжу с лопатой в машине если ее никогда не буду откручивать то может быть я просто приварю то и все если удобно будет откручивать и складывать в машине мне кажется даже без разницы но я иногда сталкиваюсь с тем что в машине лопата нужна жалею потом о том что у меня ее нет ну собственно вот и все сейчас с болгаркой вырежу пропилю здесь паз ну я не знаю на сантиметр наверное вот так чтобы он заходил на полтора сантиметра в сумму обварю и уже будет полноценная лопата буду ли я потом ее дорабатывать это уже второй вопрос сначала я вырежу зачищу от ржавчин наверное и попытаюсь сделать как-то плюс-минус пробную лопату если мне все подойдет то возьму туда муфту нержавеющую и приварю на отличную сталь от пильного диска от толстостенного диска с циркуляркой из него сделаю вот такую заготовку и тогда она и как топор не будет садиться металл потому что даже если заточить вот простой металл он-то будет и острый но быстро затопляться будет а там если на пильном диске заточить то нормально будет держать лезвие остроту ну а сюда сюда это 30 по моему 32 труба сюда от полипропиленовых труб под пайку есть заглушка мне кажется что ее как раз можно сюда натянуть на горячую с паяльника и будет такая такая завершение удачная мне кажется как все реализуется сначала вырезаем сейчас размечу плюс-минус вот такой на глаз так чего-нибудь прикинул и мне что же буквально полчаса и уже во первых я проварил проварил с четырех сторон ну соответственно прорезал засунул глубже и в общем-то и снаружи тоже изнутри и снаружи проварил в принципе крепко теперь ручка снимается и я еще обмотал для хорошего хвата вот здесь вот сделал даже бортики сырой резиной можно изолентой а потом термоушаткой а можно сырой резиной у меня вот в таких пакетик рулунчиках есть сырая резина у меня ее много она и шла в комплекте с насосами если погружном насосе в комплекте кабель только с одним метром то идет в комплекте ну короче не их много что я хочу я хочу вот эту труба 32 это заглушка 32 на пайку полипропилен я сейчас уже достал паяльник понятно что это я сейчас холодно его немножко нагрел чтобы хотя бы не замораживало и я сейчас это я просто выпираю чтобы удобно было одену заглушку на 32 трубу хочу сюда оттянуть мало надо еще вот так вот так вот будет наконечник такой если нужно будет потом еще натянуть еще на тяну в принципе наверное достаточно он случае чего снимается по идее можно туда закладывать что-то за положить и попробую может быть потом приклею если будет мешать и отпадать я потом приклею вставлялась не очень хорошо ну и теперь будет удобно а здесь сверху на у меня здесь сырая резина поставлю термоусадку соответствующего диаметра усажу и она такая будет и теплее чем железо для чего я это сделал это первый вариант дальше я хочу сделать вот из этого пильного диска немножко меньше будет меньше лопата но это фреза на самом деле не диск вот это пильный диск может быть из него сделаю такого плана и я определюсь нужна ли мне больше меньше и вообще буду ли я ее разбирать или просто будет так вот в машине валяться сделаю какой-то чехолчик такой и она себе лежит в машине никого не трогает когда в машине лежит в таком состоянии его не надо не разбирать не собирать мне кажется это удобно много места не занимает но в машине иногда вот такой вариант неплохой рекомендую конечно нужно заточить и потом можно будет я уже пробовал в принципе работать им удобно вес нормальный здесь около 3 миллиметров толщина в принципе вполне себе можно не не так как центр тяжести не сдвинут то не выворачивает руку копает я уже покопал но конечно надо заточить еще пока не заточенная заточу и если меня все устроит я сделаю или такого размера или еще меньше вот из этого получается как видите будет как по размеру как китайская но еще меньше для походных условий так скажем а сюда сейчас натяну термоусадку какой-нибудь желтенького или красного цвета и будет у меня заметная вот мне кажется что такой вариант неплохой причем но я просто валялась кусок трубы валялся сгон и валялся кусок железа какого-то но конечно я хочу ровный поэтому я взял тройку двойка если будете копать будет гнутся не годится если вот такая ну тут правда три с половиной тут целых пять как топорик будет нормально и будет нормально держать заточку вот это обыкновенная сталь 3 она конечно заточку держать не будет но от нее никто и не будет ожидать а вот это она хорошая если ее заточить то будет держать заточку всегда и тоже как вариант валяется никому не нужно сейчас уже лет 15 пролежала на гвоздике и у него сейчас вам покажу что что это за пила то есть это как раз это вам не не вот это ну вот такая такое видео на сегодня повторяйте ну буквально час если бы не снимать и не подготавливаться час заняло отрезать приварить просто кусок с резьбой у меня был мира вам всем увидимся на канале